Доброе утро всем. У нас почти 8 часов. Мы уже завтракаем с Григорием. Яичница, потому что у нас теперь 171 яйцо. Уже меньше. Да, уже меньше на 4. В общем, у меня просто яичница, у Григория его любимый омлет. Что-то это не очень похоже на омлет, который в сковородке, вот так на всю сковородку. Будем готовить обед. Ты для начала поставила курочку домашнюю вариться, и будет сегодня суп со щаврем и с яйцом. С это страница 1. Так, давай убирай эту. Это роспись солодков Вячеслав. Убирай эту. Давай дальше. Я пока что все такие нашел. Нажимай старт просто, там уже ты раз это настроил. С страница. Страница 1. Ну, одну страницу. Можно там настроить, чтобы копии, например, там 5 страниц делать подряд. Неплохо. А неплохое качество. А я здесь еще цветные примеры. Ну да, на, вот эту еще. А теперь ты дай второе место. Да. Дай первое распечатление. Старт! Копия С1. С1. Ладно. Я это в кулак пишу. Угу. Все. Положи только их в альбом или куда-то, чтобы не помялись. Хорошо. Курочку я уже достала, посолила ее сразу же, пока горячая поперчила. Порезала картошку в эту кастрюлю. И сейчас бульон буду процеживать. Несмотря на то, что это второй бульон, я его все же буду процеживать. И будем варить сейчас супчик. Я уже порезала петрушку, зеленый лук, чеснок. Это все для супа уже в конце. Здесь взбила 2 яичка. Ну, просто, вернее, не взбила, даже перемешала вилкой. А здесь мой суп, который я думала делать со щавлем. Но забыла, что щавель уже весь скосили, и он отрастает. Поэтому будет просто куриная лапша с болгарским перцем, с морковкой. Лука, к сожалению, нет. Поеду. Надо сейчас записать, что надо купить, и не забыть купить лук. Сейчас все закипит и буду. Ну, оно уже кипело. Я просто добавила воды, чтобы было побольше. Ну, и по консистенции, чтобы это был суп. И сейчас вот это вот все яйцо. Ну, то есть, вы понимаете, я сейчас размешаю суп. И тонкой струйкой в эту воронку буду вливать яйцо. И будет с такими яичными паутинкой. В общем, с яичной такой вот супчик. Все, супчик готов. Я все перемешала. Слушайте, какой он красивый вообще. По-моему, столько оттенков. И красный, и зеленый, и оранжевый, и белый, и желтый. В общем, супер. Все, сейчас настоится, поженится. Будем обедать с Григорием. Я сейчас хочу быстренько помыть пол на кухне. Соответственно, в коридоре еще и в ванной успеете. Надеюсь, что успею, потому что сегодня записалась на стрижку. Гришку повезу в школу в 12 часов и заеду подстригусь. Потому что уже, видите, все, форма не держится. То есть месяц, и надо стричь. Стрижку. Стричь стрижку, потому что тогда все хорошо, легко укладывается. Все, я сейчас вижу. Мы, в общем, пообедали. Слушайте, суп, несмотря на то, что он с, как его называют, с болгарским перцем, очень вкусный, прям очень вкусный. И что хотел сказать. И сейчас поеду у Григория в школу на стрижку. И потом еще до мамы заеду. Поедем постельное мне выбирать. Так как у меня скоро день рождения, мама мне сказала, что подарит постельное. Но мы его пошьем на заказ, так как у нас нестандартная немножко кровать. Слушайте, называется «Вывесила белье». Гляньте, какие тучи. Я в шоке. Ну пусть сушатся, поеду встречу, а потом посмотрим. Так, Григория привезли. Все, ты все взял, сменку, да? Да, все. Давай, люблю тебя. А до 10 рублей можешь поедать? Или нет? А я их дома оставила, я ваши деньги не брала. Я ж тебе... Ты же взял же на питание, да? Ну да. Ну все, тогда да, пока. 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 Все, Григория отвезла. Теперь приехала в «Красивые люди». Подстригался. Так, ну что, я подстриглась. Я не знаю, заметно ли все это спереди, но сзади это все реально заметно. Не знаю даже, как показать поближе. Я думаю, сижу, у нее приедет. Я попрошу его снять. Ну, в общем, там да круто-круто, Оксанка, как всегда мне. Ну, вернее, я придумала. Знаете, умеет воплотить идеи. Видно? В общем, я так счастлива. Вот опять перемены. Вроде бы стрижка спереди одна и та же, но сзади тут прям выбрито с рисуночком. Мне очень нравится. Вот так вот весна. Все равно дождя нет, солнышко светит, несмотря на то, что ветер. Это круто. Прическу, конечно, он всю растрепывает. Сейчас покажу, что купила. Покупки вот этот вот пакет с магнитом. Так, хлеб мой уже полюбившийся мне очень-очень с морковью. Очень вкусный, очень вкусный, потому что, ну, морковка там особо не чувствуется, а там чувствуются семечки. Ну, обычные семечки подсолнечника. Вот мне нравится это сочетание. Так, просто черный хлебушек. Еще белый хлебчик. Батон уже сразу бежу нарезной, чтобы не резать. Вот так, чек. Лука. Вот все, что выбрала, все остальное гнилое. Ну, я на первый раз взяла. Ну, я думаю, там уже не из чего было в ящике выбирать. Я думаю, что в любом случае завезут. Так что вот шесть-пять маленьких лучинок. Что дальше? Дальше сыр. Который не такой жирный. Был даже там 50% жирности. Вот здесь вот 45. Ну, не особо. Не было этого легкого сыра. В общем, был только вот этот самый слабенький. Белорусское золото. Называется. Чеснок один. Причем в магнит так интересно. Чеснок продается. Есть чеснок молодой, есть чеснок свежий. Вот чтобы был свежий и молодой, знаете, нету. То есть все вместе нельзя купить. Только либо свежий, либо молодой. Два огурца. Так. А это у дяди не была. Купила масло сливочное. На развес будет сегодня пряничное тесто делать. Сметану. Там, кстати, есть средние стаканчики. Вот. И небольшой, и немаленький, знаете. Вот на 50 рублей получается сметану и молоко. Два пакета. Хочу йогурт делать. Гришка уже прочь давно. Так что в мультиварке будем делать йогурт. Да, тетя Вера, ну танцевай давай и заедешь. Только если будешь хорошо танцевать и не плакать. Справишься? Все, договорились. Так, а ты у нас кто, Антоша? Какая у тебя? Зеленый овал. Зеленый овал, зеленый овал. А вот твоя. Понясо. Вот это Антошка. А, слушай, Ярик прийдет. Нет. Я уже за маму пригласил гостей. Обалдеть. Ярик. У меня есть Алиса. Кто? У Ярика Алисы есть. Да? Да. Я сам не знаю. А это где водки и водки? Нет. А что, к водке надо? Да. К водке. Все, я одного мальчика привезла. Домой сейчас поеду. А у меня что-то смотрит. Что ты смотришь? Маленький пол. Это что-то хорошее? Да. Что-то доброе? Да, вообще доброе. Теперь Ахоню забрали из садика. Мама. Моё мотоцикл. Мотоцикл. Мотоцикл? Это был моторок. Глянь, какой клёвый моторок поехал, да? Моторок. Моторок? Ты хотел на нём кататься? Да. Антошка в шоке от того, что в субботу в садик, да? Не хочу. Я в субботу дома. Адамы! Ты что орёшь? Там нечего, что суббота и расскресенье – это выходные. Да? А потом посмотрим, когда там каникулы. Пойдёмте посмотрим. Ой, когда не каникулы, но выходные. На танцах не знаю, когда. В общем, сейчас пойдём почитаем, да? Раз и два, и три, вот четыре. Раз и два, и три, вот четыре. Да что такое за счёт? Раз и два, и три, вот четыре. Раз и два, и три, вот четыре. Один и два, и два, и socks девять. Восемь и девять? Да. Пока ещё есть время до каратэ. Я вот такими вот грабельками почесала газончик. Потому что зимой была на нем такая сухая травка и повычёсывала здесь. В общем, завтра, наверное, надо подстричь. Хотя не знаю, успею ли, потому что нам же завтра Антоху к стоматологу. В общем, несколько вот таких вот кучек. Так, мы заходим с Афонькой. Запускай Марсика. Забрали всех с караты. Афоня был у дедушки. Гирляндочка тут горит нам. Прямо сразу настроение поднимается. Ты всё проверил? Да. Афоня вышел, всё проверил. Потому что в прошлый раз они забыли открыть, закрыть, вернее, дверь в машине. Гриш, пожалуйста, разберите вот этот вот вокзал. На двоих, да. Антоша! Унеси свою! А теперь заканчивай и неси сумку, сына. Подними. А теперь спину. Смотри! Жопу опусти планка ты моя. Подними чуть-чуть. Даже минуту простоять. Жопы опустили. Маму! А Гриша поднял чуть-чуть. Мам, давай засеки на планку. Нет. У нас тут такая интересная штука. Будем сейчас мариновать перепёлочек. Да ладно, курей скажи, нам дали, а мы их неправильно кормили. Да, и они... Ни чуть-чуть вес не набрали. Да. Ну, мы уже голодные, поэтому будем есть цыплян, да? Да. В общем, перепёлки у нас будут. Завтра мы их пожарим на кафедре. Сколько, скажи, они стоят? 12 штук или сколько здесь? Ну, вроде бы 12 штук или сколько здесь? 560 рублей. Ну, я сочувствую тому, что... Щипал? Щипаю. Тебе ляшечку или жопку? Мне ляшку. Или крылышка тебе? Крылышка, да. Так, я уже мариную перепёлочек. Я знаю, что они очень хорошо идут с каким-нибудь таким кисло-сладким соусом, типа брусничным, но так как мы не очень любим такое... Ну, не то что я бы, мне кажется, мне бы понравилось, но Сержуня такой не будет есть, поэтому я мариную классический перец, чеснок, лук и сейчас буду делать соевый соус. И, в общем, в этом во всём постоит. В этой заправке соевый, то есть подсолнечное масло, соевый соус, горчица будет, можно немножко мёд добавить и всё это завтра будем жарить на костре. Всё, мы спать ложимся, надо дыхать. Тебя чё, 12 часов? Представляете? А, где же потенциал твой? А где мой потенциал? Спать будет мой потенциал. А, вот это... Это хороший потенциал. Да? А я тоже сейчас... Как жахнуть.